По данным Etherscan, с мая 2023 года средняя стоимость газа в сети эфир удерживается в диапазоне 26-40 гвей. Примерно 1 доллар по актуальному на момент записи курсу, при пиковых значениях в несколько десятков тысяч гвей. Это немного для крупных переводов, но все еще слишком дорого для повседневных платежей и взаимодействий со смарт-контрактами. По этой причине сети второго уровня, то есть Layer 2, набирают популярность. Все больше проектов стремятся предоставить пользователям дешевые и быстрые транзакции через собственные Layer 2 блокчейны. Одним из последних решений стала экосистема Mantle, объединяющая технические преимущества Layer 2 сети и управление через децентрализованную автономную организацию, то есть DAO. Что такое Mantle Network? Mantle Network – это сеть второго уровня, нацеленная на создание эффективной, доступной и ИВМ-совместимой среды для блокчейн-разработчиков. Проект сравнительно молодой. В ноябре 2022 года разработчики анонсировали запуск решения для ограниченной аудитории. В январе 2023 года команда открыла доступ к тестнету, а в июле того же года – к мейннету. Mantle Network снижает расходы на транзакции, запуск и обслуживание смарт-контрактов, а также обладает большей пропускной способностью, чем эфир. Кроме того, это Layer 2 сеть, запущенная и управляемая DAO, у которой уже есть опыт децентрализованного принятия решений и необходимая инфраструктура. Кто стоит за Mantle? Mantle Network и построенная на ней экосистема управляется одноименной организацией Mantle, ранее известной как BitDAO. По данным DeFi Lama, это DAO с крупнейшим казначейством. За организацией в том числе стоят Питер Тиль и криптобиржа Bybit. BitDAO и Bybit также интегрированы на экосистемном уровне, поэтому торговая платформа участвует и в развитии Mantle. В мае 2023 года сообщество BitDAO проголосовало за ребрендинг BitDAO в Mantle и последующие трансформации токенов Bit в MNT. На сайте BitDAO указано, что слияние проходит поэтапно. Исходя из приведенной на сайте таблицы, большая часть работы в этом направлении уже выполнена. По состоянию на август 2023 года BitDAO практически полностью трансформирована в Mantle и ведет свою деятельность уже в качестве управляющей DAO новой экосистемы. Из чего состоит экосистема Mantle? Основное отличие Mantle от конкурентов в комплексном подходе к развитию проекта. Блокчейн второго уровня – лишь один из элементов концепции, состоящий из, собственно, Mantle Network. Это модульная Layer 2 сеть, построенная на базе Optimistic Relapse с использованием решения от Agent Layer. За счет модульности может обеспечить более низкие, до 70% комиссии по сравнению с конкурентными оптимистичными сетями. Архитектуру Mantle Network мы подробнее рассмотрим ниже. Ознакомиться с техническими деталями можно в документации проекта по ссылке в описании. Следующий элемент – Mantle Governance, или, собственно, DAO – управляющая экосистемой децентрализованной автономной организации. DAO использует для голосования токен управления Mantle MNT и инфраструктуру, унаследованную от BitDAO. Согласно техническому документу, пользователи обладают широкими правами управления протоколом через систему MIPs – Mantle Improvement Proposals, включая решение о запуске новых продуктов, изменение токеномики и использование активов казначейства. И еще один элемент – Mantle Treasury – казначейство. Казначейство также унаследовано от BitDAO. На момент записи видео оно удерживает токены BIT или MNT, а также стейблкоины и некоторые другие активы. У экосистемы Mantle, Mantle Network и утвержденных MIP – раздельное финансирование. Отслеживать резервы и операции казначейства можно через сайт проекта. Архитектура Mantle Network. При создании Mantle Network использовалась модульная архитектура. В отличие от монолитных блокчейнов, в которых узлы отвечают и за обработку транзакций, и за хранение данных, в сети Mantle эти функции разделены на отдельные модули со своими ресурсами и акторами. Уровень исполнения. Реализован в EWM совместимой среде с использованием технологии Optimistic Relapse. Это модель Fraud Proof с секвенсером, обрабатывающим транзакции и узлами-наблюдателями, которые могут оспорить результаты его работы. Обработанные транзакции собираются в пакеты и передаются в сеть ETH. Отличием Mantle Network от других Layer 2 сетей является наличие Fraud Proof Layer. Уровень доступности данных. За этот модуль отвечает специальная сеть узлов Mantle DA. Они хранят всю информацию о транзакциях и предоставляют ее пользователям по запросу, например, для проверки обработанных переводов. Такой подход позволяет отказаться от записи данных в основную сеть ETH и сократить размер роллапа, а это снижает комиссию. Mantle DA – это временное решение, построенное на базе продукта Agent DA от команды Agent Layer. После полноценного запуска протокола рестейкинга уровень доступности данных Mantle Network перенесут на Agent DA. Сеть де-факто интегрирует в экосистему проекта. Как и другие Layer 2 сети, Mantle использует уровень консенсуса ETH. Проще говоря, за финализацию транзакции отвечают валидаторы, которые проверяют предоставленные секвенсером данные о состоянии блокчейна. Подробная схема работы Mantle Network, отображающая взаимодействие между основными элементами сети, выглядит следующим образом. Такая архитектура позволяет снизить нагрузку на основной блокчейн ETH за счет сокращения объема записываемых данных. Она также дает возможность тонко настраивать параметры Layer 2 сети. Кроме того, разработчики могут интегрировать в приложение отдельные модули в соответствии с своими потребностями. Особенности Mantle. Можно выделить следующие особенности экосистемы Mantle. Низкие комиссии. Благодаря модульной архитектуре Mantle Network сокращает расходы на запись транзакций в сети ETH, что позволяет снизить комиссии для пользователей. По утверждению разработчиков, плата за сложные транзакции может быть до 70% ниже, чем у других сетей на базе Optimistic RLabs. Качественный UX. Mantle стремится улучшить пользовательский опыт при взаимодействии с децентрализованными приложениями за счет качественного интерфейса и более плавного взаимодействия с кошельками. Децентрализованное управление. Экосистема Mantle построена вокруг инфраструктуры управления BitDAO. За управление и развитие проекта отвечает опытная децентрализованная организация. ИВМ-совместимость. Mantle Network поддерживает Solidity и большую часть библиотек, использующихся разработчиками Ethereum. Это значит, что развертывание существующих проектов потребует минимум усилий и времени, а для запуска новых не нужно изучать еще один язык программирования. Кроме того, Mantle декларирует одной из своих целей интероперабельность, то есть интеграцию с другими блокчейнами и Layer 2 сетями для предоставления качественного пользовательского опыта. Для этого команда запустила CrossChainMost и интегрировала OmniChain протокол Layer 0. Сочетание модульной архитектуры, децентрализованного управления и экосистемы с крупнейшим на рынке казначейством может стать фактором успеха Mantle. Какие проекты доступны на Mantle? На момент записи видео экосистема Mantle включает 104 проекта в различных категориях, вроде DeFi, GameFi, криптовалютных кошельков, инфраструктурных решений и других. Из них более 30 проектов уже запущены в Майннете. Среди основных можно выделить OmniChain протокол Layer 0, инфраструктурный провайдер Anchor, некостадиальный кошелек BitKeep и DeFi протокол Symbiosis. Еще несколько десятков проектов находятся на стадии разработки и доступны в тестнете. Среди катализаторов роста экосистемы Mantle можно отметить совместимость с EVM и наличие набора инструментов для разработки от партнерской компании ThirdWeb. Это упрощает создание и развертывание протоколов в Mantle Network. Кроме того, проект уже запустил грантовую программу, а на утверждение DAO находится предложение по созданию Mantle EcoFund объемом 200 миллионов долларов для поощрения разработчиков приложений. Токен Mantle и Токеномика Mantle, тикер MNT, токен управления сети и экосистем Mantle. Технически это токен стандарта ERC20 с общим предложением в 6,2 миллиарда MNT. Токен не распространялся через ранние сейлы или ICO. Вместо этого в соответствии с токеномикой во время начального распределения 7 июля 2023 года, 51% MNT был выпущен в свободное обращение и еще 49% остались в казначействе Mantle. Токены казначейства находятся в вестинге. Сроки и объемы их разблокировки установят в соответствии с предложениями сообщества. MNT в свободном обращении можно купить или обменять на одно из поддерживаемых централизованных Bybit, Gate, Max или децентрализованных Uniswap бирж. В экосистеме Mantle MNT имеет три основные функции. Оплата комиссий MNT используется в качестве газового токена в Mantle Network, то есть необходим для оплаты комиссий при проведении транзакций. Стейкинг Пользователи, желающие развернуть ноду Mantle Network и выполнять одну из предусмотренных в сети ролей, должны предоставить MNT в качестве залога. И управление MNT позволяет держателям участвовать в голосованиях за MIPs, для этого им нужно застейкать токены, получив взамен WMNT, а затем делегировать токены или самому стать делегатом. Кроме взаимозаменяемого токена, проект также представил NFT-коллекцию Mantle Citizen, доступную ранним и наиболее активным участникам сети. Команда указывает, что эти аватары интегрируются с экосистемными проектами и будут меняться по мере участия владельца в активностях Mantle. Переходим к выводам. На рынке появляется все больше Layer 2 сетей, оптимизированных под разные цели и задачи. Mantle Network предлагает пользователям не только эффективные транзакции, но и экосистему, управляемую развитым сообществом. Проект стремится улучшить пользовательский опыт и создать благоприятную среду для создания децентрализованных приложений, используя как существующие технологии, так и собственные разработки. Львиная доля экосистемы Mantle все еще находится в тестнете, но по мере запуска новых DApps сеть может превратиться в полезную и живую блокчейн-платформу.